По мере нашего продвижения мы в конечном результате переходим к этапу, в котором наше желание получать растет. Оно растет прежде всего относительно материальных ценностей, но действительно большое желание получать оно выше Махсома. Когда мы достигаем состояния, где в нас раскрываются килим-клипы, нечистый килим, истинная левая линия, когда мы раскрываем себя в том, что мы находимся выше Махсома, тогда здесь нам раскрывается желание получать относительно Творца. Здесь от 0 до 100% раскрытие Творца, а здесь, соответственно, от 0 до 100% желание получать. И это Тума, нечистые свойства. Творца, клепа, тогда начинается желание получать здесь же, Домахсома, когда мы стремимся к разным вещам, пытаемся подняться, или вообще даже здесь, земной уровень, материальный. То есть еда, секс, семья, деньги, почет, знания, это все мелочи. Также, когда мы здесь продвигаемся в группе, в учебе, тоже у нас тот же почет, те же желания к власти. Но истинное желание получать, оно, когда нам чуть-чуть раскрывается Творец, и тогда желание получать вскакивает, чтобы напасть на него, получить это все ради себя. Здесь открывается прямой свет, свет Хохма, и тогда относительно него действительно начинается это бесконечное желание. Потому что все те желания, о которых мы говорим здесь, внизу, это воображаемые желания. Это несуществующие, по-настоящему несуществующие желания, потому что они никак не относятся к свету. Только для тех, у которых есть сила отдачи, раскрывается им Творец, который их подкупает, и тогда вновь им необходимо воорудиться силами экрана, массаха, сокращения, и вновь стоять против него. Понятно, да? Когда мы чуть-чуть поднимаемся в правой линии, левая вырастает, опять правая должна вырасти, и тогда опять по левой поднимаемся, и таким образом мы идем вверх. Продолжение следует...